Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин пробил отметку 68 тысяч долларов на двух важных новостях. Илон Маск сделал лазерные глаза в своем профайле, и Байден вышел из президентской гонки. Индекс страха и жадности на 70, ставка финансирования .1 и биткоин 68 тысяч. Всех поздравляю, в этом видео посмотрим на графики по биткоину, эфиру, и также, если останется время, посмотрим на Солана, потому что Солана выросла уже на 40%. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки, и какой замечательный денек. Биткоин растет 68 тысяч. Давайте начнем с недельного таймфрейма. На недельном мы видим, что биткоин находится выше годовой трендовой линии, и недельная свеча только что закрылась. Неделя завершилась прекрасной зеленой свечой, с хорошими объемами, потому что были хорошие новости в целом. Было проторговано 851 тысяча биткоинов. Это на прошлой неделе. А на позапрошлой неделе это было 840 тысяч, а до этого 902 тысячи. Стохастик все еще направлен вверх на недельном. Первый импульс в волнах элета почти дошел до нашей цели. Криптогуру-бот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на покупку, только что вот недавно дал сигнал на покупку на недельном таймфрейме. Теперь опустимся на дневной. Первый импульс в волнах элета. Цель этого роста 72 тысячи долларов. Для следующего импульса это хороший показатель. На 72 тысячи у биткоина сильное сопротивление. Это зона абсолютного хая. И несколько раз биткоин касался уже этой зоны. Стохастик нарисовал двойную вершину. И мы видим перекупленность. Ну такое. Чутка мы в перекупленности. Еще и двойная вершина. Поэтому нужно быть внимательным. Если вы хотите зайти в лонг на биткоине, то лучше подождать коррекции. Зайти от уровня поддержки. 63 930. И тейк профит я бы поставил на 88 тысяч. Да, все правильно. Тут уровень поддержки. Здесь можно зайти. Хорошая поддержка. Чуть пониже. На 63 300. Такую сделочку можно открыть. Риск 1113 долларов. Заработать можно 27 600. Это в расчете на один биткоин без плеча. Цена входа 63 364. Стоп лосс на 62 251. Но опять же, стахастик в перекупленности. Поэтому нужно подождать коррекции. На 4-х часовом мы видим перевернутую голову и плечи. Чик, 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 чик. Перевернутая головой и плечи. И цель этой перевернутой головы будет, можем померить по основанию. Это получается цель 80 тысяч долларов по этой голове с плечами. Но опять же, на 72 тысячи у биткоина сильное сопротивление. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я сам торгую в основном именно на Bybit. Если вы торговали на других биржах, у вас какой-то неудачный опыт, может быть там высокие комиссии или низкая ликвидность, то я рекомендую Bybit. Моя любимая биржа для трейдинга. Торгую в основном на Bybit. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. 30 часов полезной информации. Также можете получить торговых ботов. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Моя сделочка по биткоину сейчас в плюсе на 39 тысяч долларов. Если вы помните, в какой-то момент эта сделка была в минусе на 21 тысячу. А теперь в плюсе на 39. Отлично. И да, 39 тысяч 100 долларов. Размер позиции 267 тысяч. Ставка финансирования. 0.01. Цена биткоина 68 тысяч. Прибыль по сделке 39. На балансе 609 тысяч 600 долларов. На этой неделе было за 7 дней. Было 500. 587. 579. Теперь 609 тысяч. За 30 дней. Было 591. Опускался. Сильное падение было на 513. Теперь восстанавливается баланс. В целом месяц заканчивается с небольшой прибылью. Примерно там 20 тысяч долларов. Было сильное падение. 591. Опускался на 513 тысяч. То есть диапазон движения примерно 100 тысяч долларов. На этой неделе с 579 до 609 тысяч. Я держу WorldCoin на 9%. USDT на 37%. Биткоин 17. MCRT 14. Доги 10. Юнисвап 9. Покет 1%. Прекрасно. И теперь давайте почитаем комментарии. Под вчерашним видосом. Сделай теханализ Доги. Хорошо. Посмотрим. Привет тебе из Австралии. Смотрю твой видос уже целый год. Отлично. А кстати говоря, напишите в комментариях, откуда вы. И поставьте флажок. Интересно знать географию аудитории. Капитализация. Сейчас 2,4 триллиона долларов. Это капитализация всего рынка криптовалют. Было тут падение на 1,9 триллиона. И теперь хорошее восстановление на 2,4. Идем обратно на комментарии. Спасибо тебе, Джеймс. Мой день начинается с твоих видосов. Можешь, пожалуйста, посмотреть на ICP. Что ты думаешь по цене? Может быть, посмотрю. Это не бычий флаг. Это скорее восходящий клин. Который медвежий паттерн. Ничего подобного. Ну хотя как посмотреть. Я вот смотрел на биткоине и на XRP. Там были бычьи паттерны. Пожалуйста, сделай теханализ Теслы. Как заработать больше денег? Трудитесь, обучайтесь. Инвестируйте разумно. Спасибо тебе, Джеймс, за твои сигналы. Ты настоящий Робин Гуд. Привет, Джеймс. Сделай теханализ Теслы. Я набрал ее полные мешки. Ну хорошо, давайте тогда, пожалуй, посмотрим на Додж Коин. Если уж говорят, что Доги пампит, я также держу Додж Коин. Додж Коина у меня сколько? Давайте посмотрим. Я держу Додж Коина на 52 тысячи. Плюс 5,4%. Показал Додж Коин. Ну хорошо, давайте сделаем теханализ. И затем Эфириум. А, и Солана же еще. Ну хорошо, давайте коротко по всему. Додж Коин. Почти 14 центов. Хорошее восстановление на Додж Коине. А у нас изменился паттерн. Вот этот последний минимум изменил паттерн. Это теперь гигантский... Что там гигантское? Так, гигантский нисходящий клин. Нисходящий клин на Додж Коине. Гигантский. Внутри давление, давление. И выходим вверх на расстояние, которое мы можем измерить по основанию. Поэтому Додж Коин... А, и смотрите еще. Торговые объемы заходят. А еще Илон Маск со своими лазерными глазами. Я покажу вам в Твиттере. Так вот, Додж Коин будет расти. И цель этого роста... Это 22 цента. Додж будет расти. Теперь смотрим на Солана. Потому что Солана выросла. С тех пор, как я последний раз делал теханализ на Солану. Она помпанула. Сейчас посмотрим. Так вот, мы делали теханализ по Солану. А где же я рисовал-то? Может быть на споте? Да, так вот оно. Солана выросла уже на 36%. С тех пор, как я предсказал этот рост, Солана коснулась уровня сопротивления. А цель по Солану у меня проставлена 229 долларов. Ну и с тех пор, как я делал обзор, то Солана выросла уже на 36%. Но следующее серьезное сопротивление на Солана будет на отметке 203 доллара. И затем 229. Одна из потенциальных целей. Ну что ж, на этом, пожалуй, на сегодня закончим. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Всем спасибо за комментарии, которые вы оставляете. И, кстати, не забывайте присоединяться к Телеграму. Ходят слухи, что Илон Маск посетит биткоин-конференцию в Нэшвилле на следующей неделе. Кстати говоря, я хочу показать вам твит Илона Маска, потому что он интересный. Байден вышел из президентской гонки. Риал Бетфорд приобрел биткоина на 4,5 миллиарда долларов. Солана плюс 36%. С тех пор, как я предсказал, ММКрипто забанили в Твиттере. Так что, если можете, сделайте ретвит и помогите ему разбаниться. Моя сделка была в минусе на 21 тысячу. Если вы помните, было минус 21, а стало плюс 39. Плюс 39 тысяч было минус 21. Биткоин пробивает 68. На новостях про Байдена и лазерных глазах Илона. Илон Маск изменил аватарку на лазерные глаза. Отлично. Всех еще раз поздравляю с прибылью, которую вы зарабатываете. Учитесь, торгуйте, подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Поздравляю с ростом биткоина, альткоинов, с этим пампом. Обязательно проходите мои курсы, а потом уже начинайте торговать. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Продолжение следует...